Экономику Гомеля нельзя назвать идеальной, але и неких невырошальных проблем тут так само нема. Быда и самая актуальная для каменчан-показчик зарплата у Версней она перевысила 700 рублёв. Разом с тем, это средняя зарплата. У некоторых организациях у Версней работники отрымали по 250 рублёв. Это всего на 10 рублёв больше официально установленной минимальной зарплаты. Основная причина – неэффективная работа, что створает и еще одну проблему – запозраченность у городских бюджет. Завод металлоконструкции, например, мая долги у 130 тысяч рублёв. Выдавнейший монтажный трест номер 27 – свыше 100. Хоть незавсёды ситуация залежит только от самих субъектов восподарения. Экспорт послуг, например, не выконан на крыку больше, чем на 1%. И этот процент – следствие изменения ситуации на зусветных рынках. Частное предприятие, которое работало на российском рынке по экспорту продукции белорусского металлургического завода. И вот с учётом того, что объёмы упали на металлургическом заводе, соответственно, и сказалось на показателях по городу. Но вместе с тем могу сказать, что в текущем году существенно нарастили экспорт автотранспортные предприятия и в Российскую Федерацию, в Казахстан, в дальние зарубежья. Ещё одна проблемная сфера – товарооборот, громадское харчевание. В сравнении с минулым годом он снизился больше на 6%. Уголмским горбоконками перекананы. Причина не только у снижения покупницкой сдольности населенства, низкая якость обслуговывания и неякостное, али при этом дорогое харчевание. Пытания, над якими необходимо працовать. Ещё одна задача для городской экономики – оптимизация затрат. С початку года социальная сфера профинансована на 80%, что она вот больше, чем плановалась. Разом с ним, это не выключая необходимости заработать на бюджетной деятельности, изнаходить внутренние резервы по якосе прикладу транспортная глина. Стоимость проезда остаётся неизменная. В то же время мы хотели бы, чтобы сумма возмещения из бюджета была меньше. Соответственно, им доводятся планы по снижению затрат. Это рациональное использование материальными ресурсами, естественно, регулирование заработной платы, оптимизация численности. Ну и, с другой стороны, это оптимизация маршрутов. То есть, чтобы не нарушались социальные стандарты по перевозкам, в то же время надо рассматривать, где какие маршруты недогружены. Подведение вынеку работы за 9 месяцев, максимум субачить проблемные моменты и удокладнить шляхи в управлении ситуацией. Драматизовать ситуацию у Гомска-Гар-Гонками не схильная. Вреште, кажут, для выконания годового задания ещё есть час. Практика показывает, что в целом всё зависит, в первую очередь, от руководства предприятий, от коллективов. Поэтому мы нацеливаем руководителей о том, что завершение года нужно всё-таки подтянуть с тем, чтобы достойно завершить год и выполнить все обязательства. Олег Сентяров, Валерий Капанько, дали Раду, компания Гомель.